всем привет продолжаем рассматривать работы художников балдасаре перуции геркулес преследующий алчность из храма мусс около 1527 года в италии эпохи возрождения художники мецената и другие образованные люди были очарованы рассказами о классической мифологии которые были возрождены в новых латинских изданиях а также в переводах на итальянск часто боги и герои древних текстов использовались символических целях для передачи моральных или политических идей на этой гравюре геркулес символизирующий добродетельную силу изгоняет скупость женщину держащую клад драгоценных предметов из храма искусств традиционные покровители художественных занятий аполлон и минерва с удовлетворением наблюдая за происходящим в окружении мусс девять мусс 8 из которых видно здесь также были связаны с обучением особенно с поэтическим вдохновением суть в том что алчность подрывает развитие искусства рисунки перуции часто гравировались мастером штампа в этом случае он сотрудничал с уго д карпи уго д карпи был практиком многоблочной цветной гравюры на дереве техника известной как светотень буквально светло темный который он ложно утверждал что сам ее изобрел этот метод печати требует последовательной печати двух или более блоков в этом случае линейный блок деревянный из которого вырезано все кроме контура печатает линии и области с наиболее темной тенью а второй блок печатает области среднего тона непечатные участки где виден белый цвет бумаги читаются как блики на изображении вот такое описание нашел в интернете к работе бальдосары перуции геркулес преследующий алчность из храма мус пока пока до свидания всего хорошего